ёперны посмотри дерьмо подожди сломал я хочу сломал нет я прикол ну подай мне нарисовать на чем-нибудь привет мои хорошие с вами селена своей сегодня у нас очередной fix price набрала и кстати хочу испробовать с вами прикольные новинки которые я еще не пробовала я не поняла они были или они появились ну короче они меня прикололи и я решила взять а сейчас мы начнем с того что я постоянно беру кстати вот кисточка которую я уже попробовала но стучат открывает или кто или подожди надо спросить кто пришел брать в общем я использовала эту кисточку я взяла одну так как у меня очень много всяких кистей я взяла одну такую кисть такой бочоночек и вы знаете она мне понравилась на самом деле кисть хорошая она она хорошо набирает тени и очень хорошо растушевывает просто у меня есть кисти которые совершенно вот тени вроде набирают но они как-то не накладывают то есть у них нет взаимодействия а вот это и кисточки есть и мне очень понравилось в общем хорошая кисточка стоящие вот эти вот кисти стоят они по 99 рублей так кисти хороши также я взяла очередную вот такой комбинезончик для деток это мои племяшки брат как раз пришел я вот хочу снять что как раз ему все по отдавать для вашей племяшки у меня уже из фикс прайса просто целый гардероб да дальше я взяла вот такую вот штуку крысин можно тебе попробуем это секущиеся кончики она убирает внешне тянет секущихся мы попробуем на мне убрать секущиеся конце это в конце видео оставайтесь дальше я купила это не съедобного это стельки я говорила что покупал себе ботфорты и они немножечко большеватые мне и для того чтобы сократить этот момент и чтобы сократить этот момент я взяла вот такие знаете стельки кстати они ну чуть-чуть увеличенные хорошо бы вообще зимний на мехе взять на меху сейчас посмотрим эти ой отлично они как раз таки такой погоде с одной стороны вот и они толстоватые такие я думаю что они как раз будут но я даже совмещу стельки у меня еще одни стельки короче по две стельки положу туда и будет вообще идеально а так визуально ногу они не увеличивают я уже об этом говорила дальше я взяла вешалки потому что я не знаю почему но вешалки куда они деваются хрен его пойми и такие вешалки кстати вот пролези прорезиненные силиконовые такие вешалки я их люблю с них не спадает одежда но если что-то одежда какая-то меховая то на них остается вся ворса я не знаю как будто здесь клей какой-то но на самом деле здесь просто такая прорезиненная силиконовая силиконовый материал также фикс прайсе я купила макароны никогда не брала макароны но захотела макароны и вот эти макароны очень крутые просто макаронные изделия вот такой вот фирмы я приготовила мне очень понравилось добавила туда масляцы сыра и прямо вот с сардельками кайфовая я даже честно говоря не знаю сколько они стоят и в принципе не знаю сколько стоят макароны но как бы фикс прайсе все вроде бы дешево да но значит они дешевле и они реально классные они очень быстро приготовились не разварились в общем вот эти макаронки одобряемся также я взяла также я взяла майонез здесь написано постный я подумала классно крысинка придется может этот майонез есть но здесь 56 процентов жирности без искусственных красителей ароматизаторов короче постный я так поняла что он менее жирный может я неправильно понимаю да тогда ты можешь его есть без же без животных жиров вот без холестерина не содержит гемо короче это для тебя вот такая ласка а вообще я люблю майонез покупать знаете такой 15 процентов жирности то есть такой соус майонез мне кажется что он полезный ну как полезный менее вредный вот и также лечо кетчуп я взяла мелодора тоже мне понравился очень вкусный короче вообще я лечо люблю у него у него необычный вкус потому что я люблю болгарский перчик дальше я взяла свои сладюшки они уже у меня запакованные и ту которую я вам покупала в прошлый раз мы за просто вот за один вечер серия с леной попили чай и все съели вот такую целую упаковку девочки да я купила себе новую потому что они реально очень очень крутые ну не знаю что они туда кладут но они очень вкусные кто еще не пробовал эти сладюшки обязательно возьмите вот они выглядят вот так что еще что еще а помню что на удивление я купила родные просторы верх ногами держи молодец родные просторы я была просто удивлена их вкусом потому что родные просторы я пробовала много где и И бывают, ну, знаете, говно-говно, можно называть вещи своими именами. Здесь же они такие маленькие, и какие они вкусные, невероятно. Мы точно так же съели их за один вечер с кем-то, я не помню. Я ещё пыталась их экономить, так я думаю, может, на два дня хотя бы растянуть. Нет, мы так в один вечер их и съели. Очень вкусные родные просторы в фикс-прайсе. Кто не пробовал, попробуйте, это реально вкус детства. Следующее, я взяла пачки сухариков. Я очень люблю хрустим, это известная фирма. И мне нравятся вот именно багеты. У хрустим, у них не жёсткие сухари. Знаете, бывают вот жёсткие сухари, покупаешь сухарики и жёсткие сухарики, от которых потом дёсна болят, чуть ли не кровь оттуда идёт, да. Ну, в общем, такие не очень хорошие. А здесь багет, он очень такой мягенький, то есть он прям, он тает во рту и хрустит так очень приятно. Я взяла сырное ассорти и взяла королевский краб. Давайте попробуем вместе. Сырное ассорти. Вот так вот он выглядит. Ммм, очень вкусно, кстати. Как будто батончик с сыром пробуешь. И креветку. Я очень люблю, когда вкус соответствует. Дальше я взяла свои любимые помидорчики и огурчики. То есть это супер номер один. И даже моя мама берёт там какую-то другую фирму и вечно мне её рекламирует. Говорит, вот я беру там в пятёрочке. Я говорю, ничего не сравнится с овощным ассорти из фикс прайса. Я вот люблю вот это дело. Вы берёте, нет? Мы там ничего не покупаем вообще. Вот это самые крутые, что это. Конечно, вы ничего не покупаете. Я вам всё покупаю. Сникерс мой любимый, само собой. И ещё я взяла... Ну пусть... Ну кто там звонит? Ну кто кто? Ну почему же в самый такой момент неподходящий-то? Алё. Ещё я взяла вот такую помаду. У меня на самом деле есть такие две помады. Они мне очень нравятся, очень красивые цвета. Вот сейчас я какую-то увидела. Вот такой, знаете, цвет какой-то, да? Вроде бы это... Пигня какая-то, да. Но вот мне хочется посмотреть, как она будет на губах смотреться. Сейчас я открою и мы посмотрим. Красила губы и давай их теперь стирать. Так. Вау! Какой цвет красивый. Ну, наверное, не модный такой цвет уже, да? Не знаю, почему он меня привлёк. Почему не модный? Обычно малиновый цвет. А он не малиновый, он какой-то розовый. Он сейчас все, по-моему, модный. Все цвета модные сейчас, да? Слушай, ну они такой яркие, как кажется, да? Слушай, ну... Нормуль. У меня просто есть один классный цвет бордо. Именно вот этой фирмы, которых не было. Он прям такой, знаете, тёмная вишня гнилая. И вот когда я им красила, все спрашивали, чем я крашу. А ещё есть яркий. Он такой красный-коралловый. И вот это вообще просто все спрашивают, что за помада, что за помада. Я говорю, да фиг спрайс. Но их не было. Вот сейчас завезли, поэтому обратите внимание. Вот такая вот. Вот такая помада. Да. Теперь, что я хотела. Смотрите, вот это вообще как раз-таки для брата. Он пришёл, я тоже захотела ему посмотреть. Это, короче, такая... У тебя же тоже сенсорный экран, да, такой? Да. Короче, такая ручка. И она используется. То есть ей можно писать на листике ручка. Ей можно рисовать на сенсорных экранах. Она может использоваться как фонарик. И она может чистить экран. И она ещё как подставка для планшета. Сейчас мы откроем и проверим. Итак, первое, что мы пробуем, это подставка для экрана. То есть вот мы включаем видео, например. И, например, вот она стоит. Ну, как бы... Только я могу проверять, да? Говно город, городи. Не, ну почему? На ровном, на... Не, ну почему стоит? Говно и будет. Подожди. Нет, вот, глянь, вот так раз и поставь. А дай свой телефон. И дальше куда ты её поставишь? На ровном ставишь. На ровном ставишь. И вот стоит. Она будет устойчива? Смотри. Ручка не перевернётся? С ручка? Да, это. Вместе. А смысл её держать на ручке, если тогда уже... Ну-ка, на столе. Сейчас, вот на столе, брат. Я вам потом покажу. У меня же чехол такой, похоже. А мой. Боком. Боком, да. Стоит, ну, не по ямечу, короче. Он стоит и падает. А, он, короче, падает на какую-то сторону. Ну, в принципе, тоже ничего, да, Вес? Ну, так-то хоть стоит, да, тоже хорошо. Да, когда стоит, хорошо, конечно. Дальше, фонарик. Включаем. Опа, фонарик работает. Вес, тебе нужно что-нибудь подпосвечивать, да? Класс, есть, работает. Дальше. Рисуем по сенсору. А ещё ручка. Я сломал. А, вов-тюрьму. Ля. Дерьмо. Подожди, я сломал? Я, короче, сломал. Нет. Ля, прикол. Ну, подай мне нарисовать на чём-нибудь. Красивая чёрная ручка. Смотрите, рисует, как ручка. А потом раз. Нет ручки. И вот этой штукой можно рисовать по планшету. А ну-ка. А ну-ка. О, вообще. Ну, вы поняли, да? Короче, если пальцы заняты, или просто вот... Её можно держать в машине, когда в перчатках. Как? Ты рад подарку такому? 50 рублей. Фонарику. Фонарику точно. Так, а что ещё? Подожди тут. А держаку. А ещё очистка, вес. А ещё очистка. Слушай, универсальная вещь. С другой стороны идёт вот такая очистка. И она очищает экран. Ну-ка, покажись. Во. Идёт, очищает экран. У меня как раз экран... У меня как раз экран очень грязный. Сейчас его проверю. Во. Вес. Она идеальна. Слушай, я тебе что-то супер-пуперское дарю. Это тебе на день рождения, на юбилей. На твои 30 лет. Идёшь 30 скоро, да? Слушай, идеально всё. Блестим, смотри. Вот тут. А ну, давайте я твой почищу. Кому почистить? У меня внутри там под стеклом. Ручка всего три в одном. Под стеклом? У меня тоже стекло сверху. Под стеклом пыльно у меня. У меня не почистишь. Да? Короче, универсальная вещь. Мне кажется, я себе такую возьму, чтобы она была... Смотрите, с одной стороны она вот такая. Это по сенсору. Вот так, раз. Ручка. Ручка очень хорошо пишет. Чёрный цвет. Здесь у нас идёт фонарик. Ой, давай. Включайся. Два. Очищалка и подставка. Знаете, просто как вот мелочь приятную какую-то. Тебе приятно? Да, фонарику точно приятно. Фонарику точно приятно, да. Так что... Хорошо. Держи, братиш. Я тебе. Так, и последнее, что мы должны с вами отпробовать, это для филировки волос, да? Ой. Как думаешь, отфилирует? Такая тема. Светит хорошо. Светит хорошо, да. Такая тема, короче. Здесь лезвие. Я вижу, с одной стороны как-то по одному сделано. Смотрите. Опа. С другой стороны как-то по-другому. Вы знаете, единственный момент, который меня здесь смущает, я боюсь, что может оно... Что может вырвать волосы. Но я буду очень аккуратно. Мне же для вас ничего не жалко. Волос не жалко. Поэксперименту. Ты сейчас прикинь такая, раз, и у меня кусака нету, да? Так. Ты видишь мои секущиеся волосы? Ой, мама. Режет? Потянула что-то. У тебя почти нету. Ёперны! Посмотри. Ты видишь? А ну-ка дай канал. А ну-ка дай канал. Смотри. А ну-ка на. А что? А вот это ты видела? Опа, и ручка. И рисуешь. А ну-ка, где мама рисовала? На штунчики, наверное, горькие. А где мама рисовала? Ой, смотри. На, рисуй. Смотри. На. Рисуй, скорее. Ну, если у меня не только... Да нет, она херанула просто конкретно мои волосы. А есть что-нибудь тёмное? Я так хочу, чтобы это было видно. Смотрите. Какой кусок у меня... Какой кусок волос? Пожертвовала волоса. Вот. Просто какой кусок волоса. Хотела, чтобы ты пожертвовала. Слышишь? Так, а я ещё ничего не сделала даже. Посмотри. А ты как чувствовала, что надо сказать, что у тебя нет секущихся концов, да? Девочки, вот эту вещь не покупайте. Это вообще трэш. Я не знаю. Здесь какие-то есть, конечно, переходники, всё. Но... У меня нет слов. Секущиеся на краю... Может, ты подальше как-то на работе? Да, и краюшки ж надо было общихывать. Нет. А, Виталь, они... Секущиеся, они могут... Вот смотри, волос и секущиеся... Они могут быть вот как бы вот здесь кусочки щекущихся, вот здесь. И здесь фишка в том, что ты как бы проводишь и вот лишнее срезаешь. Но оно срезает нифига не лишнее, а нужное. Получается, что тут надо регулировать жёсткость. Может... А, он крутил. Да, ну, ну даже если самая жёсткая... А самая жёсткая, это если вы хотите подстричься, да? Это филировочная тема вообще. Да, мне тоже кажется. Это не для щекущихся концов. Это вот филировочная тема. Это что-то другое взял? Не профилировали, да? Половину не будет, половину лишь там. Короче, вы говорите, бери, пробуй другой стороны, да? Слушай, ну, да, видишь, там, а вот это не для щекущихся. Вот это филировка. Ну, где вы реже. Так, а вот это для щекущихся. Страшно, блин, вообще, жесть. Нет, удерживайся, не так. Тут написано, удерживайся. Да, опять кусок. Удерживая кнопку, отрегулируйте наклон ручки. Поворачивайте диск, чтобы отрегулировать длину лезвия. Для замены лезвия наденьте одновременно... Какая-то жесть вообще. Нет, нет, это фига. Какая ручка? Она не регулируется вообще ни на какую кнопку. Нажать, потому что на неё надо. Ну, здесь два положения, ладно. Одно то. А для чего? Что для чего? Ну, лезвие там длини, короче. Так, поворачивайте диск, чтобы отрегулировать длину лезвия. Для замены лезвий. Суть не меняется, короче. Всё, девочки, вот эту фигню не покупайте, а то останетесь без волос. Видео наше закончено. У меня здесь полный погром, нужно срочно всё это убирать, раздаривать всем подарки. Все ждут просто подарки, пока я им раздарю. Вот такой фонарик. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. И надеюсь, что фикс прайс порадует нас своими новинками. Целую вас и люблю. Подписывайтесь, кто первый раз. Ставьте лайки. Дэня, скажи пока. Пока. Это лучше не показывай. Почелуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok